Здравствуйте! Это просто про сетевые протоколы и сегодня я расскажу о механизме пауза PFC. Механизм паузы, так же как и основные flow controls, описанные в спецификации IEEE, DOT3, я использую версию 2012 года. В дополнение в Annex 31B описана общая пауза, перпорт. В Annex 31D описана priority-based пауза по приоритетам. Что такое пауза и для чего она нужна? Представим себе, что у нас есть устройство, девайс, через который проходит определенный трафик. И этот трафик должен выйти с определенного исходящего порта, и порт спокойно с этим справляется, потому что стрим меньше, чем максимальная пропускная способность этого порта. Мы добавляем дополнительные стримы, которые должны выйти с нашего исходящего порта, и пока их суммарная величина меньше или равна максимальной пропускной способности порта в том режиме, в котором он работает, все хорошо. Но мы можем отправить больше, чем максимальная пропускная способность этого порта в текущем режиме. Такая ситуация называется переполнение. Congestion. Это когда мы пытаемся отправить больше, чем порт может обработать за определенный период времени. Есть множество механизмов, как работать с этой ситуацией. Многие из них подразумевают, что мы начинаем дропать трафик, то есть те пакеты, которые не влазят, мы их просто дропаем. Но это приводит к потерю трафика, к потере пакетов и к прерываниям в сети. Это плохо. Механизм паузы предлагает способ, как сделать это более аккуратно и красиво. В случае, когда у нас возникает переполнение, congestion, наша система начинает слать всем соседям, которым можно послать, специальные пауз-пакеты, пауз-фреймы, в которых говорит, пожалуйста, уменьшите трафик. На самом деле пауз-пакет, грубо говоря, говорит соседям, помолчи, такой-то период времени, пожалуйста. Как это выглядит? У нас есть устройство, на выходном порту которого возникло переполнение. Наше устройство начинает слать пауз-пакеты соседям. Если соседи знают, как реагировать на эти пауз-пакеты так, чтобы уменьшить трафик, они среагируют. Но подавляющее большинство устройств этого не может, потому что они просто передатчики. Они сколько получили, столько передали. В этом случае они, понимая, что у нас там проблема, они всем своим соседям начинают слать пауз-фреймы от своего имени. Пожалуйста, уменьшите трафик, здесь есть проблемы. И это продолжается до тех пор, пока пауз-пакет не достигнет устройства, которое может его обработать и отреагировать уменьшением трафика. Оно уменьшает трафик. Трафик уменьшается на эгресс-порту суммарной. И мы опять в состоянии отправить весь трафик без потерь, без дропания пакетов и прочего. Отлично, все счастливы. Обычно пауза на большинстве устройств разных вендоров конфигурируется двумя командами. Отдельно конфигурируется получение Rx, отдельно передача Tx. Rx, включенная на порту, означает, что система, получив паузу-пакет на этом порту, понимает, что это пауза-пакет и пытается отреагировать. Как правило, большинство систем передатчиков реагируют тем, что они начинают слать свои пауз-пакеты всем соседям, то есть со всех портов, на которых включен трансмит, потому что мы подозреваем, что те соседи знают, что с этими пакетами делать, по крайней мере. Они их похендуют как-то, каким-то образом. Это основной механизм. Это значит, что если пакет получен на порту, на котором Rx не был включен, по любым причинам, этот пакет будет проигнорирован и система ничего не сделает. И в случае, если на порту включен и Rx и Tx, система может и получать пакеты, понимая, что где-то за этим портом есть проблемы. И в случае генерации пауз-фреймов слать пакеты со всех портов, на которых включен Tx, ну, как и раньше, кроме того порта, на котором оригинальный пауз-фрейм был получен, просто потому что туда его слать бессмысленно. Проблема там. Он ничем нам не поможет. Это позволяет нам уменьшить суммарный трафик, который пытается выйти с исходящего порта. Исходящий порт опять может обработать весь трафик без потерь, без проблем. Как должна реагировать система, которая понимает, что это пауз-пакет и она имеет механизм реакции на пауз-пакет? Он имплементирован. И может быть реализован. Значит, у нас есть система, которая может реализовать паузу. С исходящего порта отправляется набор пакетов. После получения пауз-фрейма, пауз-пакета, система, грубо говоря, поднимает флажок, понимает, что ее попросили на этом порту какое-то время помолчать. Что это значит? Это значит, что все пакеты, которые были уже в стадии трансмита, в стадии пересылки, заканчивают свою пересылку и отправляются. После чего включается таймер и новые пакеты в стадию пересылки, пока этот таймер включен, не переходят. Как только таймер отработал, система начинает опять переводить пакеты в стадию пересылки, в стадию трансмит и обрабатывать их, отправлять на трансмит, как и раньше, на полном рейте. За счет этого механизма увеличивается интерпакет гэп, разрыв между пакетами и уменьшается общий трафик. Вот так мы достигаем того, о чем говорили ранее. Важный комментарий. Пауза касается только дата трафика. Контрольный трафик паузой останавливаться не должен. Контрольный трафик это LLC. Вы посмотрите в спецификации, там достаточно четко об этом написано. Поскольку пауза закрывает весь порт, у нас получается, что мы останавливаем вообще весь трафик. И более важный, и менее важный. И это не так аккуратно, как хотелось бы. Поэтому механизм паузы был расширен. Priority Based Pause. Что это значит? Как вы знаете, а может быть не знаете, тогда пишите в комментариях. Я могу сделать видео об организации внутренней пересылки пакетов тоже. На Egress, на отправление на порту, как правило, есть 8 очередей. Может быть 4, может быть 16. Но, как правило, 8 очередей. И эти 8 очередей замаплены, то есть имеют к ним, на них, им приоссанен определенный приоритет. Они приоритизированы, эти 8 очередей. Приоритетами с 0 до 8. Таким образом, система может выбирать из них пакеты на отправку и формировать стрим определенным образом, в зависимости от приоритета той или иной очереди. Паузфрейм был расширен с тем, чтобы просить помолчать не просто порт, а конкретный приоритет. Поскольку каждый приоритет замаплен на ту или иную очередь, на ту или иную Q, соответственно, он просит, грубо говоря, внутри системы реализуются молчания по очередям. Получив пауз-пакет с определенными приоритетами, мы смотрим, какие очереди замаплены на эти приоритеты. И для этих очередей поднимаем флажки, что вас попросили помолчать, некоторое время не принимать пакеты на трансмит. В этом случае происходит все то же самое, что мы описывали раньше, для каждой очереди. Все пакеты, которые были уже в процессе трансмитания, в процессе передачи, благополучно заканчивают этот процесс и отправляются. Новые пакеты в этот механизм передачи, в механизм отправки не принимаются. По очередям, для которых паузы не было, все работает, как работало. За счет этого тоже увеличивается интерпакерги расстояние между пакетами и мы уменьшаем трафик. Плюс мы не трогаем трафик, можем не трогать трафик с более высоким приоритетом. Мы конфигурируем, будет точнее сказать, трафик с каким приоритетом. Мы просим остановить, а с каким продолжить отправку. Но логично подумать, что с более высоким приоритетом нам интереснее, чем с более низким. Кроме того, что мы можем попросить не трогать трафик с более высоким приоритетом, мы можем выставить лесенку, мы можем сбалансировать трафик и начать трансмит трафика со средним, скажем так, приоритетом. Не таким низким, не таким высоким, раньше, чем трафик с самым низким приоритетом. Это позволяет нам минимизировать влияние на трафик с более высоким приоритетом или вообще не оказывать на него никакого влияния. За счет трафика с более низким приоритетом, ну, такая у него судьба, что поделать. Реализуется это достаточно просто. В пауз-пакете, кроме полей, которые, собственно, и определяют, что это пакет паузы, передается информация кванта. Тайм, кванта, кванта-период, по-разному может называться. Это, грубо говоря, тот множитель, на протяжении которого мы просим помолчать. У priority-based пауз-фрейма тоже все достаточно просто. У нас есть бит, бит-вектор, один байт, у которого каждый бит соответствует определенному приоритету. Если в этом бите единичка кванта для этого приоритета активная, мы просим по этому приоритету помолчать. Если нолик, мы не просим молчать по этому приоритету. И для каждого приоритета есть поле тайм-кванты, который будет использоваться для высчитывания того периода времени, который эта очередь будет молчать. Высчитывается достаточно просто коэффициент умножить на время. То есть мы просим помолчать на протяжении времени, коэффициент на время, коэффициент определен для порта с максимальной пропускной способностью, для каждой пропускной способности свой. Это значит, что 100 мегабит, 1 гигабит, 10 гигабит, 40 гигабит будут иметь разные коэффициенты, которые будут умножаться на наш тайм, на нашу кванту для вычисления фактической паузы. Вот так просто. Спасибо. Хорошего дня.